И я прошу тебя в энергио-информационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1988 года, воплощенной на Земле. Один, два, три. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. Один, два, три. Фантом Жанны, тонкая копия, выходит из биоробота. Если находятся копии, какие-то голограммы, в ее биороботе они выходят и становятся рядом. Нет голограмм. Отлично. Защищаем ее биоробот потоком Абсолюта. Берем Жанну в защитный скафандр на время работы. И поднимаем ее в комнату диагностики на счет три. Один, два, три. Пошел подъем. Мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем Жанну. Интересуемся, готова ли Жанна к диагностике, доверить ли нам в своей биополе на период сеанса? Доверие. Это из нее свет какой-то идет. Это мы знаем, кто этот свет делает. Хорошо. Так. Считай, сколько у нее сейчас энергии? Какая частота вибрации? У нее сейчас 74,9. 74,9. Понятно, 9. Нам уже говорит, кто там понижает до 9 керц. Хорошо. Так. И я даю команду. И скэнер на счет три начинает сканировать все семь тонких тел Жанны. Находятся чипы, датчики, импланты, конвекторы. Любые подключки. Моментально они загораются ярко-красными маячками. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И по этим каналам все ответственные покон притягиваются и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать все семь тонких тел. Пошел скэн. У нее, значит, начинаем без. С. Дальше у нее идет инсектоид, который свет делает. Дракон, синий и спрут. Одна голова, две дракона. А, сейчас посмотрим. Две головы. Две головы. Вы считаете цифры над головой? 308. Он ими двигает так. Отвлекает. Дракон тебя отвлекает. Дракоша, ты мне мешаешь работать, я сейчас смотрю, да? Уменьшая дракона в два раза сила моего намерения. Один, два, три. Давай теперь попробуй. С кулитком. Я тебя сейчас сожгу здесь в клетке. Ты не понял, куда ты попал? Появляется печать дракона в моих руках. Один, два, три. Включай на полную мощность. Ну, все, готов. Сотрудничать. Ты что сейчас выкидывал здесь, дракон? Ты мне пытался мешать? Еще одна попытка, и тебя одной головой станет меньше. Тебе понятно это? Понятно. Кивают они. Итак. 308. У нее первая голова. Вторая. 246. 246. Хорошо. Не знаю, уйдут две головы сегодня назад или нет. Посмотрим по вреду, который вы причинили. Итак, бес. Уровень над головой. Считай. Один, два, три. Сколько герц? Восемь. Восемь. У него как-то идет восемь с половиной. Переходной. Восемь и девять. Переходной. В демоны готовится. Вряд ли успеет. Вряд ли доживет. Не думаю. Так, бес. Когда ты зашел в это тело и почему? Он тебе говорит, ты как сюда попал? Как я сюда попал? А-а-а, отлично. Подхожу. Влад, отбей ему один рог правый. Сожги лазером. Один, два, три удар. Неправильный ответ. Но он говорит, что где я? Я не буду понижаться до его вибрации. Не надо. Считывай ни в коем случае. Он говорит, что где я? Ты пришел на свой смех. И почему ты меня видишь? Потому что ты пришел на свой смертный приговор. Удар, 50 тысяч герц. Удар. Я закон кармы. Я пришел тебя наказывать за то, что ты сделал. Я пришел выравнивать то, что ты согнул. Он говорит, больно, кончай меня долбить. Кончать? Хорошо. Переходим к 100 тысяч. Что я тебе сделал? 100 тысяч герц переходим. Сейчас у меня есть полномочия находиться в этом биополе. Потому что Жанна мне дала полномочия вывести всех паразитов. Это вызовет тело. А что ты здесь делаешь? Я здесь легально. А что ты здесь делаешь? Я не слышу ответа. Переходить к ударам? Дастаюсь. Думает. Дастаюсь свой демонический петель. И хочет сказать, что он тоже легально. Хорошо. И начинает думать. Контракта нет. Вот так вот. Значит, я могу с тобой делать, что я хочу. Что, говорит? Получается, ты меня поймал? Начинаешь осознавать, куда ты попал? Да понял уже. Нет. Я теперь слушаю ответ. На ком основании ты находишься здесь? Ты же знаешь, мне не нужно особых оснований. Я слышал крик. Увидел алкоголь. И поджидаешь спокойно. Хорошо. Рассказывай. Показывай ситуацию. Если ты хочешь уйти целым и здоровым еще из этой комнаты. Хотя это еще не факт. Ты мне все покажешь, все расскажешь. На какой чистоте, какая была ситуация и как ты зашел? Она нервная, нестабильная. Дальше. Перепады сильные. Это то, что ты любишь, да? Легко зайти было. Когда ты зашел днем, ночью, какая ситуация была? Расскажи мне. Психовала. Огорчалась. Ну, все люди огорчаются. Перепады. Ну, ты же не ко всем заходишь. Без. Примитивные у нее эмоции. Терпения совсем нет. Еще? Рассказывай. Какие еще будут аргументы? Как долго ты находишься в ее теле? Давай с этого начнем. Я его не уменьшал, Вера? Ой, он у нас без рога. Хорошо. Я его не уменьшал? Да нет вроде. Хорошо. И, значит, три возвращаемую его рог. Один, два, три. Вырастает на том же месте. Становится такой, какой был. Один, два, три. Ну, кивает. Хорошо. Давай, рассказывай. Сколько ты находишься в этом теле? Да год почти сижу. Один год. Хорошо. Так, скажи мне. В квартире есть порталы? Два. Два. Хорошо, Жанна, у вас в квартире порталы. А где они находятся? Один на кухне, я вижу, да? Один в комнате? Он не показывает. Он показывает просто стена, и в нем красные. Хорошо, понятно. Ну, это обыкновенные их порталы. Движущиеся есть порталы? Движущиеся порталы есть? Передвигающиеся есть? В данный момент нет. Понятно. Ну, в этом доме наверняка есть, конечно, да? Они же движущиеся. Понятно. Без, скажи мне, лярва есть на теле у Жанны? Да, есть. Ты ее выращивал? Ты ее хотел? Караулил ее, да. Ну, хорошо. Будешь дальше кооперировать. Я тебе ее после чистки отдам. Ты понял, да? Лярва у нее идет от шеи на плечо, на левое. Закручивает шеи. Ой, кошмар. И до конца плеча идет. Ладно, все понял. Что-то ты сейчас увидел, не по себе стало. Фу, хорошо, все. Без, ты понял, да, все? Понял. Хорошо, переходим к инзиктоиду. Инзиктоид, как долго ты находишься в этом теле? Первый вопрос. Пять лет сидит. Пять лет. Хорошо. Инкубатор свой оставил в теле? Есть потомство? Ну, это свет, это его был. Понятно. А есть дети, я спрашиваю? Инкубатор есть у тебя? Там оставил тебя? Понятно. Ты хочешь наверняка назад его получить, да? Хочется. Я дам потом команду, когда после реверса энергии, и тогда ты выйдешь и вытащишь все, что ты оставил, и заберешь свой инкубатор вплоть до последнего микрона. Иначе я буду проводить проверку, 2 миллиона герц, и оно все сгорит. Ты это понял? Знаешь, он мне показывает, как он их высиживает. Вот в этом свете он судится сам внутри, каким-то путем. Ой. И вот этой лапой упирается в этот свет как-то, и как выкакивает, что ли. Лучше бы ты мне рассказала о чем-нибудь другом, Вера. Я это сейчас вижу перед собой, и мне уже все это вот, все хватит. Выкакивает. Поехали дальше. Переходим, 5 лет он сидел. Дракон, как долго ты находишься в этом теле? Дракон. Три года Дракон сидел. Три года. Итак, Дракон, как ты зашел в это тело? Расскажи мне про свой обман. Расскажи ей, как ты, что ты ей предложил, и как ты заключил контракт. А вот Дракон у нас уменьшенный. Ну, я знаю, что он уменьшенный. Я могу еще его раз уменьшить. Еще в два раза. Если он не будет отвечать на мои вопросы. Он был наказан за то, что он влиял на мою работу. Он мешал нам работать. Пытался пламенем кидаться. Я ему сказал, что пламенем я... Пластину он выставил. Кто выставил пластины, Вера? Дракон. У него в Биополе, да? Да. Хорошо. Так, три года он сидел у него пластины. И последний спрут у нас. Спрут, как долго ты сидел в этом теле? Десять лет. У тебя там много оставлено, Биополе? Он, знаешь, ей лицо... Он сидел на голове, и лицо ей вот этими своими... Еще пальцами закрывал с двух сторон. Как в тисках таких. Спрута, зачем ты это делал? Пятнадцать, десять лет. Снимал энергию. Давай я на тебя сейчас сяду на твое лицо, и буду сосать у тебя энергию. Как ты думаешь? Хочешь попробовать? Нельзя. Почему? Почему нельзя? Тебе же можно? Хочешь я сейчас превращусь в такого огромного спрута, и сяду на тебя сверху, и раздавлю тебя 500 килограмм спрут? Вот что ты мне скажешь по этому поводу? Почему тебе можно, а ей нельзя? На каком основании ты десять лет гробил жизнь? Подожди, давай вернемся к инзиктоиду. Сними с него маски. И снимается... Хорошо, снимается... Инзиктоид замер в клетке. Снимаются все маски и голограммы, все присутствующие в клетке. Один, два, три. Направляю на инзиктоида. Печать семья архангелов. Мощнейший поток света, любви отца сжигает. Все голограммы. Удар. Это не инзиктоид? Кто это? Так как картинка вот эта, он в кругу этого света. Отлично, от этого инзиктоида, от этой картинки выстраивается канал, к ответственному один, два, три. Он притягивается по каналу один, два, три. И становится заложником рядом в клетке тюрьмы. Это кто там себе посмел такое? Не знаю, но оно влияет. Это что-то синее обтекающее. Не могу понять, что это. Влияет? Влад, разбей защиту лазером. Значит, три, один, два, три. Удар. Сожги ее. Я не знаю, кто это. Снимается все маски, голограммы, один, два, три. Фантом предстоит первозданном виде. Кто это? Это как большая ящерица. Снимается. И она пытается рычать. О, рычает на меня. На четырех лапах она стоит. Да ты что, ящерица. Ящерица, знаешь, что я сейчас с тобой сделаю, если ты не перестанешь вот это вытворять здесь, а? Ящерица. И открываю над ней поток Абсолюта. Мощнейший поток любви, света отца. Придавливает эту тварь, находящуюся в клетке. Один, два, три. Пошел свет. Пока дым не пойдет. И начнет молить о пощаде. Если это защита, она сгорает. И параллельно мощнейшим ударом печати семья архангелов сжигаю защиту. Саламандра. Один, два, три. Удар. Это гуманоид. Отлично, гуманоид. Нет, не хватит. Свет идет дальше. Что ты тут здесь делаешь, паразит? Остановись, он говорит. А то что? Договоримся. Стоп. Хорошо. Малейшее влияние, малейшее воздействие. Я тебя сжигаю здесь на месте, делаю из одного гуманоида двух. Все понятно? Разрезаю тебя лазером пополам. Ты не туда пришел, паразит. Один неправильный ответ на мой вопрос, и ты получаешь удар. Все понятно? Он влияет. Отлично. Влад, удар лазером. Один, два, три. Дай ему несмертельный ощутимый удар в ногу. Оно у него прирастает назад. Отлично. И вторую. По второй. И по первой, по второй. Одновременно удар. Хватит, говорит. Я тебе повлияю сейчас. Я тебе покажу, куда ты попал. Паразит космический. Открывая поток Абсолюта, выключая лазер. И поток света пошел на него. Становись. Хватит. Стоп. Вторая попытка. Итак, еще одно влияние. Я тебя скидываю в галактическое ядро. Тебе понятно? Паразит. Понятно. Влад, еще дай ему два удара копьем на частоте гуманоида, чтобы ему реально было понятно. Удары. Пошли. Я с тобой не шучу. Я тебе сегодня покажу, куда ты. Где твое место? Он какой-то мягкий. У него заходит вот это и выходит копье. Хорошо. И от этого гуманоида выстраивается канал на счет 3-1-2-3. И по каналу я притягиваю ответственно. 1-2-3, если это голограмма, притягиваются ответственно. До последнего ответственно все притягиваются в клетку на счет 3-1-2-3. С силой моего намерения. Да будет так. Атаки есть. Грей. Отлично. Сколько? Второе. Снимаются все маски. Голограмма 1-2-3. Первое в данном виде 1-2-3. Так, гуманоиды, значит, не настоящие, да? Не настоящие. Новые технологии у них. Они подключаются, не подключаются, а делают голограммы космических инсектоидов, гуманоидов. Хорошо. Я им за эти шуточки сегодня покажу их место в галактическом ядре. И поставим маячки над ними. Если неорганически загораются красные лампочки. 1-2-3. 1-1. И под ним открывается портал в галактическое ядро. 1-2-3. Он улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Не закрывай портал. Готово. Не закрывай. Угу. Грэй. 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 Вы уже доработали все. Дорабатывать будут другие поколения. Они получили удары, Вера? Да. Они знали, куда шли. Ага. Они знали даже, куда шли. И в моих руках появляется шар Атмана. 1-2-3. Они 10 дней в ней зато устанавливали. Они шли проверять установки. Не знали, что ты придешь. Вы знали. Все прекрасно, Грэй. Вы знаете в своих мирах меня. Вы знаете веру. Отлично. Я знаю, какие вы врунишки. Поэтому сегодня вам пощады не будет. Сегодня из вас... Кто из вас сегодня уйдет в галактическое ядро? Вот это вопрос. Один точно уйдет. А второго я оставлю только для того, чтобы он передал в своих мирах. Только вы услышите очистки. Вы должны просто бежать и спасать свою жизнь. Я не хочу сегодня с вами паразитами больше общаться. Он говорит, что мы не причинили ей вреда. Вы не причинили ей вреда. Мы просто проверяли свои технологии. На ком? Увидишь ты или нет. Инсектоидов показали, как они. Я это воспринимаю. Это должно было заинтересовать тебя и двигаться дальше. И что не так пошло? Вы одно забываете. Знаете, что такое яснознание? Ясновидение. Слышали о таком? Я тебе объясню. Ты еще рот не успел открыть, а я уже знал, что ты врешь. Вот это и есть яснознание. У вас этого нет. Это телепатия. Телепатия – это передача мыслей на расстояние. А яснознание – это когда я считываю у тебя информацию, которую ты только собираешься сказать, а я уже знаю. Вот такого оружия у вас точно нет. Иначе, если бы ты знал, ты бы никогда не пришел в это тело. И ты считаешь себя расой, которая выше человека стоит? Удивительно. Ты можешь открыть портал в Галактическое ядро Грей? Я могу приблизиться к нему. Я говорю, открыть ты его можешь? И закрыть? Можешь? Если я точно могу. Хорошо. А уменьшить ты можешь в два раза меня? Если ты придешь ко мне, да. Хорошо. А я могу тебя уменьшить в два раза. Сейчас прямо здесь. Потому что ты под Майблей. В общем, он имеет в виду, что если ты будешь интерферент, как интерферент придет, то он может сделать все, что угодно. Вот поэтому, наверное, я делаю с тобой все, что угодно. Правильно? Значит, ты правило знаешь. Как это правило называется? Есть ли у него название? Скажи мне, Грей. Какой это закон? Закон обмена информацией. Абсолютно верно. Я поражен таким глубоким знанием. Хорошо. Итак, давай сделаем заключительный аккорд. На разговоре с тобой ты, значит, Грей. Два остались вместо трех. А где ваш репт? Рептилоид где? Или вы уже без них работаете? Без них. Хорошо. А с кем вы по каналу связаны? Не с кем. Мы экспериментаторы. Только вдвоем вас? Два вас? Да. Ну, давай проверим. И если от Грей Вис существуют какие-то каналы, выстраиваются каналы 1, 2, 3 к ответственным. И ответственные за интерференцию притягиваются также в эту клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Нет никого. Повезло, Грей. И таких проверок будет много сегодня. Я буду проверять каждое ваше слово. Если я хоть один малейший обман найду, а я буду его искать. И прошу вас меня даже обмануть. Вот тогда я буду полностью делать с вами то, что я хочу, как ты и сказал. Все. Спрут, дракон, два Грея и без сил. Объявляю программу на сегодня. Сейчас вы обнаружены. Сейчас будет происходить чистка биополя. Мы находимся здесь официально по волеизлиянию Жанны. И освобождаем ее, это тело, от влияния чужеродного. То есть от вас. Сейчас мы отдадим вам все темные энергии, потом заберем у вас все светлые энергии. После этого я дам команду каждому из вас выйти из клетки и вытащить все, что наставил биопол. После этого я проведу проверку 2 миллиона Герц. И тот, кто меня обманул, сгорит по каналу. Прямо в этой клетке. 2 миллиона Герц. Это будет достаточно. Всем понятно? Всем понятно. Влад, давай скинем этого инсектоида и гуманоида. Отлично. И под этим инсектоидом, гуманоидом открывается портал в галактическое дрон. Еще 3, 1, 2, 3. Они улетают в галактическое дрон на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И вместе с ними уносится все. Вся их энергетика. Готово. Не знаю, Грэг. Как вы могли меня подумать, развести на такую фишку? Я просто удивлен вашей наивности. Я думал, вы более серьезные какие-то ученые. И понимаете, когда вам говорят нет, значит нет. Нет, вы просто себя ставите выше Абсолюта. И это вам когда-то будет очень дорого стоить. Я знаю, какие вы скрупулезные. Вы даже работаете реально с гуманоидами. Я уже ловил Греев, работающих с гуманоидами. С другой галактики. Как это планета узнает? Не кивает. Да, я знаю об этом, да. Из-за технологии и так далее. Но вы в этой войне, я не думаю, что вы там продвинулись. Потому что у гуманоидов другие цели. Они вас используют, а вы думаете, вы их используете. Ладно, это ваш геморрой. Так что живите с ним. Все, переходим к реверсу энергии. Я даю команду. Тонкой копии Жанны. Проецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Отвестен за чужеродную негативную патогенную низкую. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Пошла энергия. Грей, не поняли слово геморрой. Проблема. Кивает. Окей. У нас в спруту такая энергия идет, как торнадо какой-то. Это черный по краям фиолетовый. К воронкой такой идет. И темно-синяя такая грязь идет дракону. Грейм шла серость. Светлая такая закончилась. Хорошо. Черно-красная без тоже закончилась. Все закончились? Да. Хорошо. Устанавливается фильтр с золотой ситочкой на все каналы 1, 2, 3. И в порядке реверса Жанна забирает чистую, светлую, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Спрут-то почему-то прерываниями какими-то идет. Усиливаем потоки к спруту. 1, 2, 3. Спрут, ты что там блокируешь энергию или тебя сейчас сжечь здесь клетки? Или как? Я не слышу ответа. Он ее как-то от слези очищает и отправляет. А, хорошо. Он сам заинтересован. От него потоки энергии идут разных. Таких каких-то мерцающих, красивых. Фиолетовые. Сколько это 10 лет можно украсть? Оранжевые. Такие переливаются они. А зеленые идет от Грея. Тоже немного. Грея, сколько вы сидели в теле? Еще раз. 10 дней. 10 дней. А как вы могли 10 дней сидеть в теле, если Жанна обратилась к нам только 19 августа? Это 4 дня назад. Как вы могли знать о том, что она хочет прийти ко мне? Может, вы меня обманываетесь сейчас? Вы можете только то знать, что Жанна знает. То есть то, что она делает. По-моему, вы что-то мне здесь рассказываете. Мне это неприятно слышать. Не сходится. Итак, я даю вторую попытку. Ну, они ее направляли. Она показывает, что они все пришли, установили, направляли ее. На что направляли? Чтобы она обратилась на чистку? Да. Я такого еще не слышал. Эксперимент они делали. Я такого. Увидишь ты или нет. Грей, вы что там, у вас уже там есть целый на меня регистр информации, сколько я там ничего делаю, да? Вы же собираете информацию? Есть. Хорошо. Мы работаем с лучшими. Мы экспериментаторы. Это я слушаю. Есть руки, которые заходят с энергией. Нам важен эксперимент. Понятно. Ну, скажи, в ваших актах стоит, чтобы я бы хоть один раз пропустил хоть одну вашу присадку, имплант или конвектор вместе с Верой? Хоть одну мы не нашли? У вас есть хоть одна победа? Пока нет. Потому что мы ориентируем с тобой. Есть еще другие. Понятно. Но я вас сразу предупреждаю. Вы знаете, чем заканчиваются попытки ко мне подключиться. Там сразу смерть без разговора. Потому что я, как ты и сказал, делаю то, что хочу в своем биополе. А это мое биополе. Поэтому вы можете пытаться через клиентов приходить. Но, честно говоря, я бы не рекомендовал. Я бы вам рекомендовал лучше уходить. Потому что демоны так и делают. Потому что они знают, чем это для них заканчивается. Если вы пока не понимаете, то и вы когда-нибудь поймете. Хорошо, Вера. Ревер закончился, да? Да. Отлично. Так, они все отдали. Переходим тогда к процедуре. Вытащим все. Хорошо, Бес. Покажи свои намерения. Добрин, хорошее намерение. Выйди и вытащи все, что ты оставил. Я тебе разрешаю забрать лярву после этого. Много оставил. Руки у нее лентами перемотаны красными. Ноги. На коленях что-то снимает. Звоночник. Ни спины. Да. Он готов. Лярву забрал тоже. Хорошо. Так, и выходят Грейи, вытаскивают все, что они оставили в ее биополе. Они оставили установки в голограммы. Все вытаскивается. И зеленого вытаскивают тоже что-то. Стащили. Хорошо. Так, и сейчас. Ты там дракона видишь? Да. И он выходит, вытаскивает все, что он оставил. Ну, он с синего тела вытаскивает две пластины, как такие крылья, как вот они. С двух сторон провода идут наверх от них. Одно и то же. Никакой фантазии. Ну, Грейи сегодня меня развеселили. Индиктоидом и гуманоидом, конечно. Они предлагают тебе работать с ними. Но я так же не озвучиваю. Грейи, мне предлагали ящеры. Мне предлагал Сириус. Мне предлагал Орион. И сейчас пришли Грейи предлагать мне работать. А что вы мне можете дать? Что вы мне можете предложить? Интересно. На них головой кивают. Что? Не знаете, что? Видимо, что-то предложит. Не знаю. Ну, я ж не... Просто хотел услышать. Вам нечего просто предложить мне? Дракон снял. Хорошо. И выходит сейчас спрут. Значит, 3, 1, 2, 3. И вытаскивает все. До последнего микрона всю жидкость. Я даже проверять не хочу спрут. Потому что я реально говорю, 2 миллиона герц я сожгу все твои примочки. Примочки, все твои присоски. Все, что ты там оставил. Поэтому все вытаскиваю. И тебя. Самое главное. Так как ты привязан к ним. В твоих интересах все это вытащить. Грэмия на работу берут. Обалдеть. Знаешь, спрут у нее сидел на затылке. И вот эти вот его щупы лица, они по всей спине, плечи, шея и лицо закрывало. Кошмар. Распластанный там. Я не знаю, реально, как людям, не видя это вообще, понимать это все. Он все забрал. Хорошо. Я последний раз обращаюсь ко всем присутствующим. Сейчас будет проводиться проверка. Я еще раз рекомендую посмотреть, ничего ли вы там не забыли. Посмотрите. Нет, тогда приступаем сразу к проверке. Готовы? Готовы. Хорошо. И я даю команду. И на счет три скэнера начинают сканировать все семь тонких тел Жанны. Находят любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Моментально загораются ярко-красные маячки. Грэйя, меня слышат? Скэнер сканировал, она чистая. Она тебя слышит. Хорошо. Грэйя, видите вот этот скэнер? Вот он знает. Все, что вы сегодня изобрели, завтра он знает. Представляете? Не на меня показывает. Ну и она, конечно. И она все видит. И скэнер все видит. И вот эта вся комбинация. Скэнер, Вера и я. То есть тот треугольник, тот треугольник. Плюс наш прямой канал к абсолюту. Где мы получаем необходимую помощь, необходимую информацию, необходимую энергию, необходимые знания и необходимое оружие. Вот я вам сегодня... Не нравится. Не нравится. Вот я вам просто хотел сказать. Это вы предлагаете мне работу. Подумайте, кому вы ее предлагаете. Для меня это звучит в моих ушах как оскорбление. Потому что я работаю только на абсолюта и светлые силы. Архангелы являются моими учителями. Они морщатся. Вот, видишь. Не любят. Понятно. Хотел им песни сыграть на баяне, но только баяна нет. Хорошо, Вера, закончили, да? Будем отпускать потихонечку? Давай. Хорошо, Бес, ты с рогами в своем росте. Все нормально с тобой, да? Да, все нормально. Хорошо, Бес, я тебя просто прошу, даже не пытайся приходить в это тело. Оно с этого момента будет находиться под моей защитой. Это касается всех. Кто сюда рискнет прийти, второй раз уже не уйдет живым. Поэтому так и есть. Все понятно? Накивает. Найди себе новое место. Я уверен, ты его найдешь. Все. И открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три. Бес уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Хорошо, Спрут. Готовы уходить? Готов. Хорошо, Спрут. Предупреждаю. Если тебе внечаянно вдруг мысль придет в голову, вылетая из портала кинуть на что-то, я точно так же тебя смогу затянуть назад. Ты даже не успеешь и глазом моргнуть, а ты уже будешь сидеть опять в клетке. Понял? Да, он понял. Отлично. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Спрута. Один, два, три. Спрут уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес. Не закрывай. Ну, он как-то хромает. Он вышел. Я его не бил сегодня. Спрута я не трогал. Он хромает. Он еще от нее, когда все выносил, хромал. Ну, может, старенький. Ну, он ушел. Вова Колдун у нас тоже вчера был старенький, помнишь? Хорошо. Все. Закрывай, опечатай, растворяй. И у нас остается кто? Два Грея, да? И Дракон. Дракон, да. Грея. Вы услышали меня сегодня, да? Да, не услышали. Хорошо. Передайте это в свои мира. И я еще передам вам следующее. Если вы будете пытаться на мне что-то испытывать, я буду вас находить. Или в моем теле вы не зайдете. Но в телах моих клиентов, чисто с целью испытания, если я еще раз услышу такое обоснование, я вас накажу. Мне все равно, сколько вас будет. Вы все уйдете вслед за роботом. Я очень серьезно отношусь, когда мне мешает работать. Вы считаете это развитием? Для вас может быть. Но для меня это не игра. Понимаешь? Не игра. Накивает. Хорошо. Поэтому я очень серьезно к этому отношусь. Первый раз я прощаю, второй раз я наказываю. Первый раз человек не произнес манифеста. У вас, возможно, были какие-то основания. Сейчас у вас их нет. Поэтому я это буду расценивать как нападение. Все понятно? Да, понятно. Отлично. Открывается наверху портал. Начинается эти Греев. 1, 2, 3. Игры оставляет все оборудование здесь и выходит на свою чистоту. 1, 2, 3. Без оборудования. Ну, они собрали все уже. Отлично. Все остается в клетке. 1, 2, 3. Я же вам не оставлю. Это вы что, смеетесь? Все остается здесь. Ну, они поговорили и вылетели. Где осталось? В клетке. И открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Улетает в галактическое ядро. Закрывай портал. 1, 2, 3. Закрывай галактическое ядро. 1, 2, 3. Есть? Готова, да. Хорошо. Так, у нас дракон остался. Он маленький еще, да? Да. Хорошо. Дракон, ты хочешь мне что-то сказать? Он говорит, отпусти меня. И все? К ней не приближись. Понятно. Тебя таким маленьким и отпускать? Нет, верни мой рост. Пожалуйста, забыл сказать. Это когда просьба, надо обязательно сказать доброе, хорошее слово. Понимаешь? Желаю. Желаю. Хорошо. И согласно желанию синего дракона возвращаем его размера. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Кивает. Доволен? Да, доволен. Опыт получил сегодня. Наказал я тебя только за одну. За то, что ты мешал мне работать. Если я тебя второй раз поймаю в этом биополе, а я буду проверять регулярно тело Жанны, тогда я буду рассчитывать это совсем по-другому. Это как оскорбление и нападение. Тогда я сжигаю. Первый раз я отпускаю. Он не придет к ней. Хорошо. Отлично. Готов уходить, дракон? Готов. Хорошо. Все, что он принес, остается здесь. И открывается портал против часовой стрелки на его частоте. 1, 2, 3. Он вылетает на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. И под тем, что принес дракон, открывается портал в галактическое ядро. Улетается в галактическое ядро. 1, 2, 3. Улетело. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Поехали дальше. И переходим по частотам. Магическая частота. 1, 2, 3. Магическое воздействие, если есть, проявляется. Чисто. Переходим на частоту. Неупокойные бесплотные души. Чисто. Переходим на частоту. Бесплотный подселенцы. Чисто тоже. У нас каналы остались здесь. И я подхожу сейчас к Жанне. Кладу руки на плечи. Мощнейшим ударом своей энергии. 100,000 герц сжигая все каналы. Превращается в пепел. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Переходим на частоту негативной эгрегоры, мешающей жизни, судьбе, здоровье, физическому и энергетическому. У меня есть эгрегор. Спрашиваем тонкую копию, готова ли она расстаться с эгрегорами. Пусть посмотрит. Мы можем отключить. Она готова расстаться. Хорошо. И я подхожу к Жанне, кладу руки на плечи. Мои собственные энергии пропуская через нее. И помогая ей сделать мощный шоковый удар. И отсечь от себя все негативно воздействующие на их жизни и здоровье биополе эгрегоры. 1, 2, 3. Удар. Сжигаем все эгрегоры. Все каналы к ним. Есть. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. И все эгрегоры улетают в галактическое ядро. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Частота лярвы. 1, 2, 3. Если что-то осталось еще. Или бес все забрал. Забрал все. У нас единственное, на кого можно положиться. Кто свое слово держит именно в этом отношении. Значит, тогда мы ее сейчас оставим. И возьмем, поднимем сына. Да, Вера? И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2015 года, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде. 1, 2, 3. Да. И если что-то в биороботе Романа присутствуют какие-то субстанции, голограммы, копии, все выходит на счет 3, 1, 2, 3. Сила моего намерения становится рядом с тонкой копией. И если что-то в биороботе Романа присутствуют какие-то субстанции, голограммы, копии, все выходит на счет 3, 1, 2, 3. Сила моего намерения становится рядом с тонкой копией. Но тонкая копия вышла на ней из прута, я вижу, сейчас уже опутал он ребенка до самых ног. Все понял. Хорошо. Защищай его физический биоробот с защитным потоком. 1, 2, 3. И вместе с тонкой копией Романа поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Мы здесь. И снимаю с прута. Он летит в клетку. 1, 2, 3. Да, в клетке. Отлично. Хорошо. Все. Мы приветствуем Романа. Мама рядом, Жанна. Он рядом с ней стоит. И на счет 3 мы начинаем сканировать Романа в сканере. Сканер сканирует систем тонких тел Романа, находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Моментально выстраиваются каналы, ведущие к интерферентам. И интерференты силой моего намерения притягиваются в эту клетку и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает работать. У него три канала. У него черт, драконы, у него вот этот спрут. Хорошо. Считаю. Считает цифры над головой и черта? 4. Дракон. Какой синий, красный? Какие цифры? Дракон. Дракон синий, 58. И спрут. У нас хорошо. Три канала, да? Три канала, да. Обращаясь к интерферентам-паразитам. Вы знаете, куда вы попали? Все знают. Отлично. И каждому по 50 тысяч герц удары. Три удара. 1, 2, 3. Пошли удары. Цепрут отлетел. Дракон. Он как визжит. Отлично. Достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. Уменьшаю дракона в два раза. 1, 2, 3. Да, будет так. Он говорит, кто ты и что я тут делаю? А где ты был до этого? На него показывает на ребенка. Вот. А что ты там делал? На каком основании ты там был? Договорился с ним. Нет, ты не мог договориться с трехлетним ребенком. Ты врешь. Сказки я его ночью показывал. Дракон, а ты не офигел? Покатать обещал. А ты не офигел к трехлетнему ребенку заходить, который даже еще не научился говорить, а? Или сколько ребенку? 6 лет? 4. 15-го года. 6 лет. Сказочник. Сегодня я тебе буду сказки рассказывать. Только последние сказки. И переходим теперь к черту. На каком основании ты здесь находишься, паразит? Кто тебе разрешал входить ребенка 6 лет? Кто? Он бегает с ним. Он бегает с ним. Черт, я тебя спрашиваю, кто тебе разрешал входить второй раз? Третий раз пойдет 100 тысяч герц удар. Он и разрешал. Он и разрешал. То есть ты его обманул опять, да? Сказал, что нам будет весело и нам весело. Я тебе обещаю, черт, тебе сегодня будет весело, как никогда в жизни. Я тебе сегодня такое веселье устрою. Ты просто себе даже не представляешь. Тебе фантазии не хватит представить, что я с тобой сегодня сделаю. Все по-честному. Не по-честному. Ты обманул ребенка 6-летнего. Мы уже 2 года играем. Ты обманул даже еще 4-летнего ребенка. 1, 2, 3, черт, горит. Он прыгает. Выключаю. Еще одна попытка неправильного ответа. Я открою перед тобой галактическое ядро и скину тебя туда. Паразит. Ты мне здесь рассказывать будешь сказки. Ты кому рассказываешь? Я тут с демонами 68-герцовым делаю. И тут приходишь ты, паразит. И мне тут пытайся 4-годично мне что-то рассказывать. Еще одна попытка. Я тебе спилю рога прямо на месте здесь. Уменьшив 2 раза и выкину назад в твою. Хотел честно все рассказать. Нечестно ты рассказываешь. Ты рассказываешь за ребенка, которому 5 лет. Который не в состоянии. Ты его обманом вошел в его тело. И дракон вошел обманом. А спрут даже и не спрашивал, когда он зашел. Спрут родился. Спрут даже там родился. Тут он и умрет. Черт, сколько ты сидел в теле? Спрут от мамы перешел. 2 года. Спрут от мамы перешел. Сколько он сидел в теле? Спрут? Да. Он перешел, родился в нем. То есть он практически с рождения? Он с рождения. Спрут с рождения. Да, с рождения ребенка. 6 лет. Кошмар. Так, и у меня один вопрос к вам, паразитам троим. Кто из вас ответственный за его болезнь? Что ребенок неспокойный. Ему диагноз поставили. Кто это был из вас? СДВГ называется синдром, по-моему. Или СВДГ. Что это такое? Мне очень интересно. Черт. Черт с ним бегал, который... Хорошо. Черт. Несмотря на твой возраст, ты реально больше всех пока здесь причинил вреда. Поэтому вопрос с тобой остается реально открытый. За то, что ты его так носил... Он говорит, какой же это диагноз. Занимайтесь ребенком. Подумаешь, гиперактивный. Ты что здесь мне будешь рассказывать, как лечить кого-то? Ты, который его больным сделал? А? Черт. Ты реально там рамсы попутал в клетке или что? Говорят, что это весело. Отлично. Это не болезнь, это весело. А, весело. Давай, Влад, повеселимся. Два рога свежим лазером. Кажется, я же ему ничего не обрезал. Я тебе сейчас обрежу. И уменьшаю два раза черта. Один, два, три. Ну, такой маленький стал. И увеличив в четыре раза черта. Один, два, три. Сейчас жирный. Как тебе? И поворотливый. Как тебе такое, чертяк, а? Вот с тебя там внизу наржутся. Перез роги толстый кабан. Верни назад. Нет, 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 нет. Ты слишком много сегодня гадостей уже сделал. Вот. Поэтому тут еще вопрос открытый, что с остальными станет. Все. Переходим к процедуре реверса энергии. Объявляя программу. Сейчас производится реверс энергии. Я заберу у вас все, что вы... Верну вам сначала все черное, что вы дали. После этого я заберу у вас все светлое. Только после этого я дам команду каждому выйти, вытащить из тела. Потом я проведу проверку. Два миллиона герц. Кто не вытащит, того тот сгорит. Все понятно? Им понятно. Я понимаю, что им понятно. Хорошо. Переходим тогда к процедуре чистки и реверса энергии из биополя. И я даю команду тонкой копии Романа. Мама помогает Роману, берет его за плечи. И помогает сейчас сделать отторжение всей чужеродной энергии, которая находится в теле от этих интерферентов. Мама поняла? Да, поняла. Отлично. Она знает, как это делать. И я даю команду тонкой копии Романа спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой вибрационной энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Роману. Энергия страха, неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Усилием потоки в 50 раз до последнего микрона. Все назад. Ну вот у нас пруд, он такой, как, честно сказать, я первый раз такого свеженького вижу. Он очень на осьминога похож, и у него цвета такие же. Такой темно-бордовый, такой цвет идет, возвращается к ним, как малиновый, какие-то розовый цветы. Детские цвета. Он возвращается, нет, он сам таким цветом. К нему понятно, к нему понятно. К нему идут его цвета. Усиливаем потоки еще в 50 раз. До последнего микрона, все назад. Никто не блокирует каналы? Нет, энергия очень хорошо идет. Черт там виден в клетке? Ну да. Трудно не заметить, да? Он еще обгоревший. Зато пухлый. Скажет, вот наелся, придет. Мне тяжело. Мне все равно. Ребенку было тяжелее. Он даже не осознавал, что в нем находится. А этот паразит уже пришел и уничтожал его. И на мать еще кидает вину. Конечно, люди ответственные за что-то. Но не за паразитов, которые заходят в их биополе. Причем к ребенку. Они через ребенку мамину энергию тоже подсасывали. А ты что? Маму энергии яркие какие. А кто там зачинщиком был этого всего? Подсосан. Ну, я так понимаю, спрут. Это вот детеныш, который у мамы был. Спрут. Старый хромал, который. Это его детеныш. Распространил он его. Они забрали. Забрали. Хорошо. И устанавливаются фильтры золотой сеточки. И в порядке рельса. Роман забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него украли. Все возвращается назад до последнего микрона. Один, два, три. Пошла энергия. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона все назад. Красивые мерцающие энергии идут у него. Теплые такие. Человеческая идет от черта. Слушай, у меня такой еще не было. Чтобы от Греев я такое чувствовал воздействие. Вот мне реально было как от гуманоидов воздействие. Но они подготовились. Так они на что? Лупили получается и... Через голограмму. Через голограмму. Ладно. Работай на нас, Вера. Он тебе работу предлагает. Тебе. А, мне. Готово. Отлично. Хорошо. Так, переходим к процедуре. Вытащи все, что я оставил. И начнем с самого главного. Который больше всех сидел. Спрут выходит. Вытаскивает. Высасывает всю жидкость. Помнит о том, что если я найду хоть одну присадку его. В биополе. Или жидкость его. То я его по каналу сожгу. Двумя миллионами герц. Прямо в этой клетке. Приступай. Законишь. Он так же сидел. Сзади на затылке. Спрут. За какую реакцию ты был ответственен? Что ты доставлял? Какое неудобство ребенку? Какие-то были боли? Манера поведения? Что ты делал конкретно? Покажи мне. Какую реакцию ты вызывал? Резкие движения какие-то. Гиперактивность, да? Гиперактивность. Это чертова. А резкие движения. Это когда. Это другая. Это не гиперактивность. Это что? По-моему, это то же самое. Он может сидеть, но делать резкие движения. А, он его вынуждал. Понятно. Хорошо. Когда ребенок, вообще человек, не сбалансированный, не гармонизированный. Вот он резкий. Да как он может в таком возрасте быть гармонизирован? Ну вот этот. Хорошо. Но хочу сказать. Такие, да, реакции у него вызывали. А дракон, а какие дракон реакции вызывал? Меня интересует теперь. Никакие сосал энергии его. Понятно. Сколько сидел дракон? Два года сидел. Два года. Ты не просто сосал энергии. Ты должен сейчас сказать, за какие боли ты был ответственен, за какую реакцию. Если я еще раз повторю этот вопрос, я тебя просто сейчас уничтожу. Но он показывает ночью, он во сне показывал ему сны какие-то, неспокойные сны. Вот. Уже ближе к теме. Итак, ты был ответственен за сны ужасов, да? Ребенок неспокойно спал, правильно? Да. Ты же понимаешь, что он не мог восстановить свои энергии за ночь. И днем у него не оставалось сил. То есть ты залез в ребенка, сосал у него энергию и уменьшал его, нарушил все законы мироздания, решил его право свободного выбора, распоряжаться своими собственными энергиями и вибрациями, принял за него решение. Он читал сказки, и дракон приходил ночью и показывал ему все эти сказки. Хорошо. Сказочник. Он так показывает, что он его садил на себя, летал везде, ему показывал. Понял. Поехали дальше. Что он хотел показать. Хорошо. А показать он мог только то, что он сам видел. Он ему показывал картинки космоса и то, что видел он сам. Правильно, дракон? Когда он летал. Ну, естественно. Забрал вот это все. Кто? Спрут. Спрут. Хорошо. Сейчас выходит дракон, вытаскивает все, что он оставил в биопуле, аккуратненько вытаскивает с ребенка, без повреждений тонких тел. Если я замечу повреждения, накажу сразу. У него что-то синее. Где? От кого? От дракона? Да. Смотри, вытаскивает, не вытаскивает. Он вытаскивает, да. Что это такое? Давай, грудь какие-то, как круги синие вытаскивает. Ой, мужик. Представляешь, ну вот ни один врач никогда в жизни они поставят на ребенке кресло и начнут его штемпель, ему поставят больной. А вот эти три паразита, ответственность за это дело, о них никто никогда и не узнал бы. Он вытащил. Хорошо. Так, у нас остался стройняшка в клетке, да? Да. Хорошо, выходи, толстушка. Доставай все, что ты оставил. Хотел наесться, вот ты и наелся. Колготки. Колготки. Нам было весело. Хорошо, я тебе покажу, что такое весело. На ногах у него какие-то какого-то плотинки. Ботиночки, да. Подошвы. Вижу. Готово. Все сняли. Все, все сняли и включаем скэнер. Скэнер на всех частотах сканирует все семь тонких тел. Один, два, три. Пошел скэнер. Находит все, что осталось. Чистый. Хорошо. Так, все все вытащили. Хорошо, я подхожу к Роману, кладу руки на плечи и своим ударом сто тысяч герц сжигая все каналы в пепел превращается. Один, два, три. Удар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Все остатки улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Улетели. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, с этими мы закончили. Да, начнем отпускать? Давай. И начнем с прута. Спрут. Ты меня слышишь? Да, он слышит. Я первый раз, когда встречаю, я отпускаю. Не вынуждая меня с тобой встречаться второй раз. Ты найдешь другое себе место обитания и никогда в жизни в это ребенка не войдешь. Если ты его увидишь, ты будешь бежать от него. Ты это понял? Да, он понял. Он лапками стучит, он хочет уходить. Хорошо. Все. Забирай с собой. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Один, два, три. И спрут забирает все, что он с собой принес и уходит в свой портал. Один, два, три. Я же не закрываю. Смотрим. Он стоит на кончиках лапок своих вот этих не присосок, а как они щупальцы. На самых кончиках стоит он и вернул туда, в портал. Ничего не бросил? Нет, он не бросил. Хорошо. Закрывай, опечатай, растворяй. Поехали дальше. У нас остался черт и дракон. Так, дракон, я слушаю твои... Что ты хотел мне сказать? Я слушаю твою речь. Последняя речь обвиняемого. Давай. Какие у тебя есть облегчающие обстоятельства, которые могут изменить меру наказания за подключение к ребенку шестилетнему? Больше не приду сюда отпусти. Это понятно, что больше не придешь. Я не слышу нота, к сожалению, в твоем голосе. Я не слышу вот это вот понимание того, что ты что-то неправильно сделал. Понял, осознал, не туда зашел. Хорошо. Больше никогда сюда не приходи. Все понятно? Все понятно. Ты хочешь меня попросить о чем-то? Верни мой вид. И возвращаем первоначальный вид. Один, два, три. Готов выходить. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте синего дракона. Один, два, три. И дракон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Это хоть сказки рассказывал. Готово. Хотя такие сказки бывают, что не дай бог. Так, и черт у нас там стоит, да? А у меня живот есть сверху? Конечно, он круглый. И руки сверху не могут опуститься из-за этого круга живота. Ну давай, пусть выходит из клетки с таким животом, нельзя его держать. Один, два, три. Выходит из клетки и увеличим его живот в два раза. Один, два, три. И куда его? Назад отправлять? Вот, наелся от ребенка. Ты готов уходить, черт? Или хочешь еще остаться? Он не придет больше, верни его в его вид. Ты понял свою ошибку? Осознал, как вы это говорите. Как ты осознал, если ты говоришь, как мы говорим? Объясни, мотивируй. Но он это не чувствует. Ну а как он может тогда поговорить пустые слова? Страх. Он боится. Он боится. Значит, о чем пустые слова говорит, да? Он боится зайти, вернуться. Хорошо. А если я тебя верну таким толстеньким? Ты что, не похудеешь у себя внизу там? Так нельзя. Что нельзя? Меня раздавит в таком виде. Понятно. Хорошо. И, значит, три возвращаем у первозданный его вид. Один, два, три. Готово. И, значит, три возвращаем у рога. Один, два, три. Он кивает. Теперь ты понял. Да, он все понял. Он хочет уйти. Понятно, что он хочет. Перед тем, как ты уйдешь, я скажу еще два слова. Ты пойдешь вниз и всем расскажешь. К этому мальчику не приходите к его маме, потому что там придет один страшный мужик, который творит страшные вещи. И чтобы с ним не встречаться, лучше к ним не приходить. Ты это понял? Да, он понял. Хорошо. Все. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. И черт уходит на свою чистоту. Все, что он с собой взял, уходит на его чистоту. Принес. Уходит на его чистоту. Один, два, три. Пошла. Закрывай печатай, растворяй. Става огненную пентаграмму. Есть. Иначе их не научишь. И для усвоения вибраций возвращаем тонкую копию романа в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и всеми энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Готово. И отключаемся от объекта, перемещаясь в комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. И для усвоения вибраций возвращаем Жанну в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Есть. Отлично. Отключайся от объекта, перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Да, я здесь. Отлично. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok